Я о вас знаю только одно, что вас зовут Дмитрий. Где вы родились? Родился на Байкале, в Иркутской области. Вырос в Бурятии, а родился на Байкале, практически на острове Ольхон. Что там за места, вот, Байкал? Места хорошие были. Хочу уточнить, сейчас похуже стало. И с последнего отпуска такие впечатления. Рыба есть? Была. Ну, я не ловил, но люди ловили, продавали, покупал, пробовал. Вкус не изменился. Вода прозрачная? Смотря где. Близко к целлозному комбинату она оранжевая. Если подальше, то прозрачная. А как вы оказались в Бурятии? Ну, родители у меня работали. У отца была работа связанная с командировками. Мы там весь Байкал переехали, потом в итоге переехали в Бурятию. Ну, и в Бурятии тоже там с места на место от работы до работы по командировкам. Потом уже осели конкретно. Ну, в Бурятии полноценно до конца. Сколько вам лет сейчас? 41. Чем родители занимались? Вот кто они по профессии, где работали? Мама директор школы, кончила школу, царство небесное. Отец был гидромедслужба. Ну, там, я подробностей не знаю, знаю, что благодаря его работе мы везде ездили постоянно. Один там из начальников. У вас есть жена? Так. Дети? Так. Сколько детей? Один, Степан. Как живут люди на озере Байкал, вот в Иркутской области, и как живут люди в Бурятии? Я почему спрашиваю? Потому что, ну, вот сам город Иркутск, это все-таки город интеллигентный относительно других городов. Там много ссыльных при Сталине туда ссылали людей, они там осели. Интеллектуалы, профессура, писатели и так далее. Не знаю, как это сейчас, что там сейчас. А что касается Бурятии, вот глядя на тех людей, которые попадают к нам в плен, это тихий ужас вообще. Уровень жизни и уровень интеллекта и так далее. Вот как бы вы охарактеризовали жизнь в Иркутской области и жизнь в Бурятии? Как бы я охарактеризовал? Ну, там, вот, допустим, Иркутск – это город контрастов. Прям от высоток до небоскребов, до деревянных лачуг, которые рассыпаются, причем они стоят друг от друга, там, в пяти метрах. Да, вот. И что по людям, так же. Есть люди образованные интеллектуальные, а есть то, что Золкин показывает. Они могут жить по соседству в одном подъезде. Большие контрасты там. Что касается Бурятии, там совсем все хуже дело обстоит. Ну, примерно так же, но намного хуже. Вот там про Читу, я не помню, кто снимал ролик последний, по-моему, Горланов. Он хорошо описал. Ну, Чита – это капец вообще. Это Бурятия. Это просто... Такая же, в смысле, Бурятия, как Чита, да? Да. Ну, просто последний. Я не помню. Своими словами описывать не хочу. Давно не был, честно сказать. Я был в отпуске, а в отпуске, когда ты бываешь, куда ты идешь? Там, где красиво, там, где можно сфотографироваться. А там, где все плохо... Ну, что там бараки, мусор лежит на дорогах. Да. Да. Далеко ходить не надо, мусор, чтобы увидеть. Просто достаточно выйти на балкон. Там... Если есть мусорный бак, то три камаза рядом с ним, мусор лежит. Это стабильная, нормальная ситуация. Все к этому относятся спокойно. А чем живут люди вообще? Вот им это нравится, их это устраивает? Самое страшное, что их это устраивает. Живут они по-разному. Ну, в основном по вахтам катаются многие из знакомых. Потому что там по месту тяжело найти, тяжело реализоваться. Боюсь в политические темы устраиваться. Но китайцы там себя чувствуют намного лучше. Китайцев много? Очень. Очень? Да. Могу случай рассказать из последней поездки в Бурятию. Меня потом палками, камнями закидают. Но расскажу. Приехал. Решил съездить на Альхон. Ну, места бывшие там молодости посмотреть. Ну, как младенчество даже сказать. Чтобы туда попасть, там ходит паром. Паром принадлежит китайцам. А пристань, на которой ходит паром, тоже принадлежит китайцам. Пристань, с другой стороны, на Альхоне также принадлежит китайцам. И ситуация какая была? Ну, фактически принадлежит китайцам. По документам этот китайц, там Иванов Иван Иванович, к примеру. Потому что он русской, допустим, замуж вышел. Либо женился, ну там, неважно. В общем, брак. И он получил гражданство. Он как бы тоже русский. Поменял фамилию. Поменял фамилию прямо? Обязательно. А зачем? Им выгодно поменять фамилию. Хозяин, он китайец, но он может быть Ивановым. То есть ты приходишь там в гостиницу ИП, там Иванов, к примеру. Но хозяин китайца, по факту. Тот же паром. Хозяин может быть русским, там, каким-нибудь Сахаровым. Но по факту китайец. Те же пристани на этих паромах, то же самое. С чем столкнулся, это последнее впечатление, не помню, три или три с половиной года назад я там был. Поразило, что сначала едут только китайцы. Первый паром. Исключительно только они. Остальные должны просто постоять рядом. Да ладно? Да. Ну, если ты включишь там наглость, немножко там повозмущаешься, может, и пропустят. Но местные даже не возмущаются, они к этому привыкли. Это я непривыкший приехал, я еще там поднимал разговоры, поднимал такое. То есть местные сознательно понимают, что они второй сорт, да? Они этого не понимают, что самое страшное. Это мне было дико, я просто был поражен. Ну, я приехал пораньше, хотел первым паромом поехать, меня привезли. Ну, первым не получилось, потому что мы сказали, мы пьем кофе. Сейчас там важные люди проедут, не знаю, насколько важные, но внешне это китайцы. Вот они, ну, китайцы, которые в отпуск приезжают туда периодически, пенсионеры там на такие возрасти. Ну, тоже же места красивые, едут посмотреть. В первую очередь это китайцы. Вот они проехали, второй паром уже идет, ну, паром отчалил, ушел, пришел, вернулся. Второй паром уже как бы мы можем смело заходить, уже там никто там на нас не возмущается. Он как бы сильно в наглую и нету такого, но местные к этому привыкли, они на первый паром просто не идут. Он может уйти полупустым, потому что уехали китайцы. Ну, такая реальная история была. И так там люди живут, и они этого не понимают, что их там ущемляют в правах, для них это нормально. Это я был поражен, а они нет, они даже не возмущались. Ну, вот когда я читаю или слышу, что Сибирь уже китайская и Дальний Восток, это действительно так? Это действительно, это реально так. Любая лесопилка, все, что связано с лесом, это все китайцам принадлежит. Но хотя по фамилии опять же это будет там какой-нибудь Сахар. А русские власти, российские власти это устраивает? Ну, если бы их не устраивало, было бы по-другому. Потому что, ну как, без присутствия власти этого не сделать. Там целиком делянки, леса, там по грибы пойдешь, там китайцам принадлежат, они на 50 лет в аренду взяли кусок земли, все, ты с грибами пошел, пришел, извини, тут нельзя, там 50 километров в стране там ходи. Они женятся на русских женщинах, да? Получают гражданство, там даже есть как программа, но это по слухам я точно не уверен. То есть, когда он получил гражданство, и у него есть бизнес-план, который может представить своему китайскому правительству, он его представляет, они ему дают деньги, он выкупает тот бизнес, о котором он заранее договорился. И он спокойно себе работает. Да, но это не в открытую, это все так. Ну, просто там много случаев было, что жил простой китаец, там где-то на базаре что-то, там он держал маленький ларечек, потом он становится с паспортом России, гражданином России, и себе спокойно он покупает какую-нибудь гостиницу на берегу Байкала. Ну, где он взял деньги? Может быть, у него таланты такие, но он не один. Они говорят по-русски хорошо? Конечно, они большинство там и родились. Ну, точнее, как родились. А они приехали лет в 20. Ну, постоянно там. Ну, и главная задача, они приезжают, найти какую-то русскую, поменять паспорт, и у них там зеленый свет везде. А русские с удовольствием выходят замуж за китайцев? Не могу сказать, я не пробовал. Не знаю. Но, скорее всего, да, потому что ты сразу... Он не пьет. Он не пьет. Деньги в семью, да. Да, да. Его контролирует его то правительство, чтобы он вел себя достойно. Там у них такая система настроена. То есть, деньги все в семью, но все равно... Я не знаю, что у них в головах, но так происходит. Скорее всего, выгодно им выходить за китайцев замуж. И дети китайские уже появляются? Ну, естественно, как без этого. Они живут обычной жизнью. А как они себя ведут? Культурно вообще, китайцы? Как они себя ведут? Вот когда по трассе едешь, и вдоль трассы просто горы пластикового мусора, получается это почему? Потому что китайцы едут, это просто выкидывают, это не их земля, им все равно. Они в прямую, так и в открытую говорят. Есть там несколько знакомых. Я же... Ну, когда я это увидел, я начал интересоваться. А те, кто живут там непосредственно местные жители, им тоже все равно, потому что... Потому что все равно кидают китайцы. А мы что, не будем китать? Мы что, какие-то неправильные, мы же тоже тут живем. Ну, все кидают. То есть, китайцы относятся... Ну, им без разницы. Они там в аренду взяли кусок земли, высосли из нее все, что можно, и пошли дальше. Это не их земля, они этого не чувствуют. Чем вот живут люди в Бурятии? Вот от чего они кайфуют? Что им нравится? Что доставляет им удовольствие в жизни? Какая у них цель, может быть, есть? Я не могу сказать. Я своих братьев, которых у меня там несколько человек, я их не могу понять, потому что... Я даже их не понимаю, что им нравится. Родные братья? Да. А за других людей мне еще тяжелее говорить. Телевизор все смотрят? Сто процентов. Там, прежде чем построить дом, это раньше было печку сначала ставят, а вокруг него дом строят. То там сначала телевизор определяют, где будет стена с телевизором, потом дом вокруг строят. Потому что во время строительства там Путин должен вещать. Там все так. что думает большинство россиян, с которыми вы общались в России, о том, что происходит? Вот что они говорят? Какая у них идеология, если можно так сказать? Ну, к большому сожалению, они вообще не думают об этом. Ну, большинство. Если кто-то... Вот на данный момент, если кто-то и думает, они, может быть, и думают, но они слух никогда не скажут. Боятся. Потому что вслух ты еще... То есть и думать ты еще можешь о чем угодно, а сказать это уже... Ну, там, если за лайк тебя посадят. А сказать это уже совсем опасно. То есть я не знаю, что они думают, какими категориями они думают. Но многие, мне кажется, даже они неплохие люди, если они даже плохо думают, им просто так удобно. У них есть свой мир, из которого они не хотят выходить. Этот мир ему пропаганда путинская обеспечила полностью. Там с каждого утюга отовсюду. Там, как говорят, с каждого утюга пропаганда звучит, а там ты и утюг несешь до розетки, чтобы он пропаганду включил. С розетки уже она идет. То есть еще до того, как улечил. Им удобно в этом мире, мне кажется, жить. И они сознательно, даже многие не выходят с этого мира. Но оно реально удобно, когда ты в системе, тебя везде все прикроют. Ты только поддерживай власть, и будет красота. То есть на этом фоне им даже думать не надо. За них все продумали, за них все рассказали. И поэтому многие просто выключают такую функцию мозга, как думать. Но деньги у людей есть? Им есть на что жить более-менее нормально? Если ты работаешь, то деньги у тебя есть. Несмотря ни на что. Тебя могут отжать 10 раз бизнес, 10 раз ты начнешь с нуля. Но деньги у тебя все равно будут, если ты работаешь. Если ты, конечно, не работаешь, то вариантов мало. Пьют сильно? Да. Что такое вот сильно пьют? С утра пьяные? Не знаю. С утра пьяные не попадались. Но то, что каждый день практически, пятница, это фаер-шоу. Ну, пьют много, в общем. У меня на заводе был коллектив. Вот у нас там сутки трое, они у меня на работу выходили. И у меня самая большая проблема была их заранее, за сутки до того, как они выйдут на работу, всех обзвонить, сказать, что сегодня ты не пьешь, потому что тебе надо на работу выйти. Если им не обзвонить, то они в лучшем случае не выйдут. Пьют и женщины, и мужчины? Ну, да. А в чем разница? А что пьют? Не знаю. Кто что? У кого сколько денег, наверное? Ну, в основном, водка. Скорее всего. Что еще им пить? Самогон, боярышник, много чего есть. Ну, про боярышник слышал, но я даже не знаю, где его купить, поэтому... Как это? Ну, то, что фейк. Принято говорить про него, но я даже не знаю, что он... Продается ли он вообще? Редактор субтитров А.Семкин